Микрорайон Доброе. Крупный гостиничный комплекс на улице Растопчина. В прошлом году бизнесмены потеряли большую часть не только клиентов, но и сотрудников. Чтобы остаться на плаву, предприниматели получили поддержку от государства и областных властей. Кредит под 1% годовых. 3 миллиона отельеры потратили на погашение долгов и выплату зарплаты сотрудникам. Сейчас здесь работают 28 человек. 90% из них уже прошли вакцинацию от коронавируса. Вот у нас в гостинице были ноябрьские праздники, вот эти каникулы были. Пускали только с QR-кодом. И в принципе, приходили или QR-код приносили, или ПЦР. Поэтому я считаю, что это надо вводить. Это надо вводить, как вот ОСПА, как эти прививки, они обязательны. Потому что эта болезнь, она надолго, надо четко понимать. От ковида пострадали не только отельеры, но и рестораторы. Представители крупного гастромаркета говорят, из-за пандемии они потеряли больше половины посетителей. Но ограничительные меры показали, что даже в таких условиях можно работать. В этом заведении вакцинировано уже 80% сотрудников. Вот эти праздники показали, что по сравнению с тем, где Москва закрыли, у нас все-таки народ был, плюс-минус QR-коды у людей есть. Но это еще связано с тем, что много было приезжих. Поэтому здесь как бы мы тоже отработали хорошо. Такая система постепенно вводится по всей стране. Например, в Томской и Тюменской областях уже с 8 ноября в заведение общепита пускают только при наличии QR-кода или ПЦР-теста. Эти ограничения – вынужденная мера, которая связана с низкими темпами вакцинации. Владимирская область находится в конце списка и занимает лишь 81-е место среди субъектов РФ. Важность прививки понимают и представители бизнеса. Большинство из них готовы к введению новых ограничительных мер. Илья Лопушенко, Игорь Липский и Андрей Беляков.